Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Весной 2016 года российские СМИ скупо сообщили, в Оренбургской области для испытания гиперзвукового летательного аппарата была запущена баллистическая ракета РС-18. Испытания признаны успешными. Потом последовали уточнения. Испытан гиперзвуковой боевой блок для тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Сармат». Для внешнего мира эта победа русского гиперзвука прошла сперва почти незамеченной. Но на самом деле в оснащении наших ракетных войск произошла настоящая революция. Ведь в неядерном варианте «Сармат» станет настоящим супероружием, сочетающим колоссальную скорость межконтинентальных баллистических ракет с точностью наведения самых современных крылатых ракет. Маневрирующую гиперзвуковую боеголовку «Сармата» можно будет гарантированно навести на цель с точностью до нескольких метров. При этом атаковать свою цель «Сармат» сможет даже через Южный полюс. То есть с того направления, на котором у американцев нет стационарной инфраструктуры противоракетной обороны, а его так называемая настильная траектория увеличит длину управляемого полета боевых блоков. Это в свою очередь означает, что увеличится и такой важнейший показатель боевой эффективности, как площадь зоны разведения блоков. То есть расстояние между различными целями, которые одна ракета может атаковать своими зарядами. Базироваться новая русская ракета будет в стационарной шахте. Но это, вопреки широко распространенному заблуждению, вовсе не делает ее менее живучей, чем, например, мобильные тополи или ярсы. Для примера достаточно сказать, что шахтные пусковые установки «Сармата» останутся боеспособными, даже если они окажутся внутри огненной полусферы близкого ядерного взрыва. Даже если окажутся в зоне навала грунта из воронки от такого взрыва толщиной до 2 метров. Их сверхзащищенная шахта может быть гарантированно уничтожена только в том случае, если она окажется внутри воронки от взрыва. Между тем, точность самых современных МБР такова, что для гарантии уничтожения нашей шахты с вероятностью в 99,8%, эта воронка должна быть радиусом не менее 750-840 метров. Но для образования воронки такого радиуса нужна очень мощная боеголовка, существенно мощнее, чем те, которые сейчас стоят на большинстве американских ракет. Кроме того, существует еще КАЗ – комплекс активной защиты ракетной шахты от прилетающих боеголовок вражеских ракет. Особенность КАЗа состоит в том, что поражение воздушных объектов происходит металлическими стрелами и шариками диаметром 30 мм на высоте до 6 км. Эти стрелы и шарики выстреливаются с огромной начальной скоростью – до 2 км в секунду и создают над защищаемым объектом настоящее железное облако. В одном залпе содержится до 40 тысяч поражающих элементов. Первые такие комплексы, разработанные еще в начале 90-х годов, назывались «Мозрь». На Камчатском полигоне Кура их испытывали даже не на макетах, а на реальной боеголовке тяжелой ракеты «Воевода», запущенной специально для проверки. И цель была поражена в полном соответствии с расчетами. Единственный недостаток КАЗа – малая площадь защищаемой зоны. Это делает невозможным его применение для защиты больших объектов, но точечные цели типа ШПУ он защищает вполне надежно. Ракета «Сармат», которую будет защищать наш новый комплекс активной защиты, бесспорно является революционной по своим возможностям ракетой. Но возникла она не на пустом месте. Еще Советский Союз прорабатывал возможность оснащения боевых блоков своих МБР индивидуальными двигателями для маневрирования в космосе и специальными аэродинамическими поверхностями для планирования в атмосфере на конечном участке траектории. Впервые такая технология была успешно применена на боевых блоках ракеты Р-36М2 «Воевода». По сути дела, каждый такой блок уже тогда сочетал в себе свойства беспилотного космического корабля и гиперзвукового самолета. Внутри разделяющейся головной части «Воеводы» находится очень сложный агрегат. Его называют платформой разведения. Этот агрегат после вывода головной части МБР за пределы атмосферы начинает выполнять целый ряд запрограммированных действий по индивидуальному наведению и отделению находящихся на нем боевых блоков. В результате в космическом пространстве выстраиваются боевые порядки из реальных ядерных зарядов и ложных целей, которые изначально тоже находятся на платформе. В головной части «Воеводы» из 14 посадочных мест лишь 10 заняты боевыми локами, а 4 – кассетами с многочисленными имитаторами и ловушками, предназначенными для обмана вражеских радаров. Пока эти радары пытаются разобраться, где реальная цель, а где ложная, каждый боевой блок «Воеводы» беспрепятственно выводится на траекторию, обеспечивающую его попадание в заданную точку на поверхности Земли. После отделения от платформы разведения блоки начинают жить своей отдельной самостоятельной жизнью. Каждый из них снабжен двигателями для осуществления маневров в космическом пространстве и аэродинамическими рулевыми поверхностями для управления полетом в атмосфере. Кроме того, у каждого на борту установлена инерциальная система управления, несколько вычислительных устройств, радиолокатор и множество другой высокотехнологичной аппаратур. Перед вхождением в верхние слои атмосферы бортовой компьютер вычислял фактическое местоположение блока при помощи радиолокатора. Затем, перед входом в атмосферу, антенна локатора отстреливалась. На атмосферном участке движения боевой блок в течение всего нескольких секунд совершал серию активных маневров с чрезвычайно высокими перегрузками, что делало его неуязвимым для любой системы противоракетной обороны. Ракетный комплекс «Воеводы» с маневрирующими боевыми блоками 15F-178 был принят на вооружение еще в 1990 году. После развала СССР установка новых блоков на ракеты была остановлена, а дальнейшие работы по этому сверхперспективному изделию закрыты. Через 10 долгих лет Путин, придя к власти, возобновил такие разработки. Та же технология, что у «Воеводы», только, конечно, уже усовершенствованная с расширенными боевыми возможностями, была использована на новых ракетах. Сперва на межконтинентальной баллистической ракете «Тополь-М», а затем на ракетах «Ярс» и «Булава». Впервые Путин сказал об этом вслух весной 2004 года, после широкомасштабных учений российских вооруженных сил. Путин, который, как правило, очень осторожен в своих публичных оценках и суждениях, вдруг сообщил всему миру сенсационную новость. Более того, он специально подчеркнул, что каждое слово в его заявлении имеет важное значение. Вскоре российские вооруженные силы получат боевые комплексы, способные действовать на межконтинентальных расстояниях с гиперзвуковой скоростью, с большой точностью, с широким маневром по высоте и направлению удара. Эти комплексы сделают бесперспективными любые образцы противоракетной обороны, существующие или перспективные. Это будут такие разработки, которых нет и в ближайшие годы не будет у других ядерных государств. По сравнению с боевыми блоками советской «Воеводы», новые российские гиперзвуковые боеголовки существенно улучшили и расширили параметры маневрирования, одновременно снизив свои массоговорительные характеристики. Проще говоря, их маневр стал энергичнее и шире, а размер и вес – меньше. У «Сармата», конечно, все будет еще круче. За счет того, что эта МБР летит не по классической баллистической, а по настильной траектории, ее время подлета к цели сокращается. А гиперзвуковые маневрирующие боеголовки будут лететь в атмосфере существенно дольше, что в свою очередь увеличит возможности их боевого маневрирования. Но главное – это то, что новый боевой блок для «Сармата» управляемый на всей траектории своего полета. А если это так, если русским ученым, конструкторам и инженерам действительно удалось решить сложнейшую проблему дистанционного управления боеголовкой, летящей в атмосфере в плазменном облаке и с колоссальной скоростью, то точность ее наведения можно довести до величины, сравнимой с точностью ГЛОНАССа или GPS, то есть до нескольких метров. При такой точности не нужен не то, что ядерный, но даже и обычный заряд. Боевой блок может быть чисто кинетическим, то есть простой болванкой без всякого намека на наличие зарывчатого вещества. При весе такой болванки, скажем, в одну тонну, и при той колоссальной скорости, на которой эта болванка сталкивается с Землей, эффект будет подобен взрыву многих сотен тонн тротила и гарантированно уничтожит любую цель, площадную или заклубленную, защищенную многометровым слоем железобетона. Все это означает, что после развертывания сарматов Москва даже без применения ядерного оружия получит уникальную возможность уничтожить на земном шаре любую цель с известными координатами в течение 30-40 минут. Заявление Путина о новых стратегических комплексах остается в центре внимания во всем мире. Запад растерян, не имеет внятной стратегии и не знает, как реагировать на качественный прорыв российской оборонки в области самых современных и высокотехнологичных видов вооружения. Чтобы убедиться, что это так, достаточно взглянуть, на каком геополитическом и военно-стратегическом фоне прозвучали заявления российского президента. Незадолго до его выступления с 16 по 18 февраля в Мюнхене прошла 54-я конференция по безопасности, в которой приняли участие около 20 глав государств и правительств, примерно 80 министров иностранных дел и обороны. Основной темой форума стали отношения Евросоюза с Россией и США. При этом тон основных выступлений был беспрецедентно тревожным и жестким. Так, помощник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что конференция проходит в критический для всего человечества момент. Председатель конференции Вольфганг Ишингер был не менее пессимистичен. Посетовов, ситуация с безопасностью в мире находится в низшей точке с момента распада Советского Союза. Ну а генсек ООН Антонио Гутерреш и вовсе выступил в апокалиптическом ключе, провозгласив, впервые со времен Холодной войны нам угрожает ядерный конфликт. Мартовские выступления представителей западной военно-политической элиты, последовавшие за выступлением Путина, тоже продемонстрировали их растерянность и отсутствие единой внятной стратегии. 1 марта руководитель киберкомандования сухопутных войск США генерал-лейтенант Пол Накасоне, выступая в Сенате, заявил, что русские думают о нас. Они нас не боятся. Они думают, что даже если они совершат атаку прямо сейчас, с ними ничего не случится. И это нехорошо. В тот же день глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Боттл посетовал, нам приходится соперничать с Россией в огромном регионе. Россия мешает США доминировать на Ближнем Востоке. Россия использует конфликт в Сирии для тестирования и применения своего нового оружия и тактики действий. Рост числа русских зенитно-ракетных комплексов препятствует нашему доступу в регион и угрожает нашей возможности завоевать превосходство в воздушном пространстве. Москва развивает связи с Ираном и Турцией, вмешивается в Афганистане. Вдобавок, из-за растущего русского влияния в Центральной Азии у США остается там все меньше военных возможностей. Настроение же европейских политиков после путинской речи и вовсе сложно охарактеризовать иначе, как подавленность и беспомощность. Так, 4 марта сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Алис Вайдель заявил, «В настоящее время у нас едва ли есть какая-то оборона. Нас могут захватить даже карликовые государства, такие как Лихтенштейн или Люксенбург, и мы не сможем защититься. Немецкая армия в упадке. Нужно увеличить инвестиции для того, чтобы быть в состоянии справиться с нашими военными обязательствами». А 6 марта министр обороны Дании Клаус Фредериксон в интервью военному журналу «Дефенс Ньюз» горевал, «Русские мастера искажать реальность. В настоящий момент активность России в киберпространстве достигает небывалого уровня. При этом ее основная цель заключается в создании недоверия к демократическим институтам и подрыву демократии в западных странах. Если Европа хочет брать на себя ответственность за безопасность на континенте, она должна создать надежные силы сдерживания, необходимо направлять больше ресурсов на обеспечение коллективной безопасности, чтобы обеспечить быстрое реагирование во время какого-либо кризиса или войны». На следующий день, 7 марта, министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон, выступая в парламенте, разразился в наш адрес целым потоком истеричных обвинений. «Владимир Путин разрабатывает все более враждебную и агрессивную доктрину по отношению к Великобритании, США и нашим союзникам. Мы наблюдаем усиливающуюся активность России в Северной Атлантике, десятикратно возросшую за последние несколько лет. Кроме того, Россия уже многие годы наращивает свои силы вдоль восточного фланга Европы. Великобритания не будет покорно стоять и позволять России притеснять весь мир. Мы должны подняться навстречу угрозе, которую представляет собой Владимир Путин и его арсенал ядерного оружия. Русский лидер четко продемонстрировал свои враждебные намерения. А мы что, просто примем как факт, что президент Путин может делать, что хочет? Мы должны подняться навстречу этой угрозе. Мы должны на нее ответить». В тот же день сенаторы США из Комитета по вооруженным силам спросили замминистра обороны США Джона Руда, способна ли система противоракетной обороны США противостоять новейшим вооружениям России, о которых рассказал российский президент. В ответ Руд сказал, «США известно о разработке новых российских вооружений. Американские военные с обеспокоенностью наблюдают за изменениями в российской военной доктрине. Пентагон огорчен тем, что президент России Владимир Путин представил новые виды российских вооружений именно так, как он их представил. Система противоракетной обороны США в том виде, в каком она была разработана и развернута, к настоящему моменту не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России». А директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли, выступая перед теми же сенаторами, уточнил. Стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить США и их союзников признать наличие у России своих интересов в области обеспечения безопасности, а также признать ее важность как глобального игрока, интересы которого не могут быть проигнорированы без последствий. Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в новой холодной войне с США, она также давала ясно понять, что не будет больше идти на примирение с Западом, делая уступки. Цель Кремля включает оказание влияния на государство бывшего Советского Союза, предотвращение дальнейшего расширения НАТО на восток и обеспечение того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без участия России или за ее счет. С точки зрения нынешней американской элиты, все это и про возглашение Москвой собственных интересов, и борьба Кремля за влияние на мировой арене страшно крамола и нуждается в немедленном жестком противодействии. Ну а поскольку противопоставить что-либо реальное новым стратегическим ракетным комплексом России Вашингтон не может, пришлось действовать старыми методами времен Холодной войны. И вот 7 марта командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Конгрессе гордо объявил, «Этой осенью в октябре будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием бронетехники и амфибий. Со времен тех, которые проводились на пике Холодной войны, мы планируем привлечь десятки кораблей и самолетов. Маневры пройдут у побережья Норвегии, недалеко от границ России. Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши и другие действия, но я думаю, что это показывает серьезность стратегии, которую проводят США, чтобы поддержать наших союзников по НАТО, которые хотят видеть нас в Европе для их защиты». Кстати, 21 декабря прошлого года этот же бравый американский вояка заявил, выступая перед американскими морпехами в Норвегии. «Помните, зачем мы здесь? Грядет война. В Европе может начаться огромная драка. Информационная и политическая война уже идет. «Русским не нравится, что мы им противодействуем, а нам нравится, что им это не нравится». А для того, чтобы хоть как-то подбодрить своих приунывших европейских союзников, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапоротти бодро отрапортовал конгрессменам. Хотя у русских есть преимущества, даже в области обычных вооружений, благодаря близости их внутренних линий коммуникации и численности их сил, в долговременной перспективе у НАТО есть еще более внушительные преимущества, которые русские признают и боятся. Я категорически не согласен с тем, что Россия может подавить НАТО огневой мощью в случае вооруженного конфликта в Европе. При этом генерал благоразумно не стал уточнять, как гиперзвуковые русские комплексы «Кинжал» и «Авангард», ракеты которых летят со скоростью от 3,5 до 7 км в секунду, сочетаются с возможностью долговременных перспектив военной операции НАТО против России. Думаю, опираясь на эти высказывания евроатлантических политиков и генералов, каждый сможет самостоятельно составить собственное мнение о том, как Запад отреагировал на путинскую речь о новом русском оружии. После первомартовской речи Путина военные эксперты особенно много говорят про гиперзвуковой боевой блок «Авангард». Он действительно уникален. После вывода ракетой-носителем в космос на высоту в несколько сотен километров «Авангард» отделяется от нее, резко ныряет вниз в атмосферу, спускается ниже линии радиогоризонта, становится невидим для систем противоракетной обороны и на высоте около 40 километров летит с колоссальной скоростью до 7 километров в секунду, при этом маневрируя по высоте и по курсу. Не то, чтобы сбить, но даже обнаружить его современные противоракетные радары просто не способны. Однако, вот загадка. В качестве носителей таких смертоносных «Авангардов» избраны почему-то старые ракеты еще советского производства УР-100Н УТТХ «Стилет». «Стилет» — это межконтинентальная баллистическая ракета 15А30 УТТХ, значит, с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Ее стартовая масса — 105 тонн, забрасываемый вес — 4350 килограмм или шесть боевых блоков индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждый. Ракета эта была принята на вооружение в СССР еще в далеком 1979 году. С первого взгляда действительно непонятно, зачем ставить новейший гиперзвуковой блок на старые ракеты. Но на самом деле все совсем не так просто. У «Стилетов» уникальный широкий диапазон дальности полета — от 1000 до 10 000 километров. Именно поэтому во времена СССР они, в основном, были развернуты на Украине. Оттуда они держали под прицелом не только Америку, но и всю Западную Европу. Ту же функцию, судя по всему, теперь будут выполнять авангарды на ракетах УР-100Н УТТХ, которые на территории России базируются в Козельске, Калужская область, и в Татищево, Саратовскую область. Отсюда они с равным успехом могут поражать цели на территории Польши и Германии, Франции и Великобритании, США и Канады. Ставить новейшие авангарды на старые ракеты, которые близки к исчерпанию гарантийных сроков эксплуатации, никто и не собирается. Дело в том, что еще в начале 2000-х годов Украина в счет своих долгов за газ отдала нам 32 ракеты стилет. Ракеты эти абсолютно новые, как говорится, в масле. Они все прошедшее время хранились на складах, без топлива, в законсервированном состоянии. А тем временем в России постоянно совершенствовались технологии продления гарантийного ресурса аналогичных ракет, которые стояли на вооружении в наших частях ракетных войск стратегического назначения. В результате в 2011 году гарантийный срок их эксплуатации был определен аж в 36 лет. Баки с топливом у стилета ампулизированы, так что весь период эксплуатации эта ракета может находиться в заправленном состоянии, готовая к применению в транспортно-пусковом компейнере, который обеспечивает требуемый режим эксплуатации. Значит, если стилеты с авангардами поставить на боевое дежурство прямо сейчас, в нынешнем 2018 году, их можно будет гарантированно эксплуатировать аж до 2054 года. Ракета «Стилет» является самой надежной в мире межконтинентальной баллистической ракетой. За долгие годы из 172 пусков только три неудачных. Плюс к тому, шахтные пусковые установки «Стилета» долгое время удерживали первое место по устойчивости к поражающим факторам ядерного взрыва. Достаточно сказать, что американские эксперты еще в 1980-е годы оценивали вероятность уничтожения одной пусковой установки «Стилета» двумя попаданиями ядерных боевых блоков мощностью по 335 килотонн каждый лишь как 0,5, то есть 50-50, 50 на 50. А, например, два американских ядерных боевых блока мощностью по 100 килотонн каждый уничтожить эту шахтную пусковую установку и вовсе не могли. Вероятность стремится к нулю. Таким образом, что мы имеем? У нас уже есть готовые носители для новейшего гиперзвукового авангарда. Это раз. То есть новые ракеты для него строить не надо. Есть и готовая инфраструктура. Шахты, командные пункты, военные городки и так далее. Это два. Значит, 32 единицы ракет можно ставить на боевое дежурство хоть сейчас. И стоить это будет на порядок меньше, чем если бы мы начали их развертывание с нуля. Кстати, универсальность этого комплекса будет тоже уникальной. Ведь в случае необходимости ничто не мешает вместо авангарда вернуть на эти ракеты их изначальную штатную боевую загрузку из шести ядерных боевых блоков и индивидуального наведения по 750 килотонн каждый. И заметьте, наш противник даже не будет знать, в каком именно варианте развернута группировка смертоносных российских стилетов. Впрочем, дай бог, чтобы реально применять их нам никогда не пришлось. Но готовым к отпору врагам мы должны быть всегда. Вашингтон готовит России космическую ловушку. Конгресс США принял решение, согласно которому Агентство противоракетной обороны США должно будет в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе боевых систем слежения и перехвата русских баллистических ракет. Документ отводит на разработку и внедрение устойчивой космической сенсорной архитектуры всего 4 года. То есть она должна быть развернута до конца 2022-го. Данные сроки выглядят не очень реалистичными, но у США нет других идей относительно противодействия новому российскому стратегическому гиперзвуковому оружию. Более того, 27 июля Сенат США потребовал от Трампа во что бы то ни стало разместить в околоземном пространстве оружие и датчики космического базирования. Это требование заявлено в окончательном проекте военного бюджета США на 2018 год. И хотя оно идет вразрез с мнением большинства военных экспертов, американские законодатели закрепили его в бюджете Пентагона, выделив ему невиданный ранее кусок бюджетного пирога аж в 716 миллиардов долларов. Трамп, кстати, сопротивляться не стал и недавно заявил о скорейшем создании космических войск США, предназначенных для завоевания господства Америки в околоземном космическом пространстве. Но все это, похоже, большой блеф. Похоже, американцы просто хотят еще разок разыграть старую комбинацию, ведь один раз они нас так уже обманули. Аналогичная ситуация уже складывалась во времена позднего СССР. Тогда американцы решили напугать нас так называемой стратегической оборонной инициативой, известной как программа «Звездные войны». Эта программа, широко разрекламированная тогдашним президентом США Рональдом Рейганом, предполагала создание глубоко эшелонированной космической системы противоракетной обороны. Она предназначалась для гарантированной защиты территории США от советского ракетно-ядерного удара и, более того, для создания решительного военно-технологического превосходства Вашингтона над Москвой, которое позволяло бы Пентагону безнаказанно нанести по нашей стране массированный ядерный удар. Советские ученые и аналитики уже тогда предупреждали, что такая программа утопична, а ее заявленные цели в ближайшие 50-60 лет недостижимы. Разведка тоже доносила, что истинная задача американской программы «Звездных войн» заставить Москву тратить огромные средства на противодействие несуществующей угрозе и разорить СССР непомерными тратами на создание собственной версии такой программы. Но высшее партийное руководство Советского Союза тогда к этим предупреждениям не прислушалось. Советский Союз был втянут в бессмысленную гонку вооружений. В итоге заявленные американцами цели достигнуты так и не были, а с развалом СССР финансирование стратегической оборонной инициативы и вовсе было свернуто. Неужели американцы думают, что мы не сделали из этого никаких выводов? Похоже, генералы Пентагона уверены, что смогут снова обмануть Москву. Так, буквально на днях, выступая на конференции по безопасности в Васпене, министр армии США Марк Эспер заявил о создании нового органа военного управления Соединенных Штатов «Командование Future Command» в переводе «футуристического командования». «Новая структура должна заняться модернизацией и внедрением супероружия будущего, способного обеспечить, как отметил Эспер, надежное и долгосрочное превосходство США над их потенциальными противниками, то есть над Россией и Китаем». Министр подчеркнул, что данная инициатива является крупнейшим военным проектом Вашингтона со времен Холодной войны. Эспер сказал, «Когда мы размышляем о будущих проблемах и угрозах, основной угрозой, как мы видим, является Россия, поэтому мы внимательно следим за ее прогрессом в сфере вооружений и военной тактики, чтобы представлять, что русские могут нам противопоставить». Однако не менее долгосрочная угроза Соединенным Штатам исходит, несомненно, и от Китая. Его выступление стало еще одной попыткой американцев дать ответ Владимиру Путину, заявившему 1 марта 2018 года о шести образцах новейшего российского стратегического оружия, которое не имеет аналогов в мире. Но пока Вашингтон ничего не может ему противопоставить. И надежда американских генералов, что они своими грозными заявлениями заставят нынешнюю Россию повторить ошибки СССР, тщетна. «Мы знаем, что сегодня Запад разобщен и ослаблен. Мы знаем, что в целом ряде стратегических областей опережаем США на многие годы. Мы знаем, что перспективные образцы наших стратегических комплексов еще несколько десятилетий не будут иметь конкурентов. Поэтому втянуть нас в новую, разорительную гонку вооружений грозными заявлениями Конгресса о готовности США завоевать военное господство в космосе никому не удастся». За последние месяцы Министерство обороны России рассекретило тактико-технические характеристики сразу нескольких наших перспективных ударных систем стратегического назначения. Сделано это было явно намеренно и демонстративно, чтобы наши заклятые друзья во главе со своим самозванным гегемоном из-за Большой Лужи смогли прикинуть, что будет, если они своей безумной политикой все-таки вынудят Москву пустить в ход русские сарматы и посейдоны, авангарды и кинжалы. Эти новые разработки не на шутку обеспокоили Запад. Правда, сперва там пытались сделать вид, что, мол, это все русская пропаганда, и новые комплексы никак не повлияют на стратегический баланс сил. Но вскоре одумались, и теперь в НАТО вспоминают о них с завидной регулярностью. Например, на днях министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз назвал ядерный арсенал России первостепенной внешней угрозой и подчеркнул, что Вашингтон готов ответить на эту угрозу. А Пентагон продолжит инвестировать в модернизацию американской стратегической тряды и не позволит Америке отстать от Москвы в области стратегического оружия. Впрочем, поздненько они спохватились. У дяди Сэма в этой области есть одна большая проблема, а если сказать честно, целый ворох больших проблем, связанных с тем, что нынешние стратегические силы США до сих пор эксплуатируют давно устаревшие оружейные комплексы, разработанные более 40 лет назад. Не зря Дональд Трамп еще в 2016 году тревожно заявил, «Русские постоянно расширяют свои возможности. Ядерный потенциал России более новый и современный, чем наш. Наши оружия старые и изношенные, а у Путина — новейшие. И это самая большая угроза». Однако, став президентом, Трамп ровно ничегошеньки не сумел изменить в этой области за прошедшие два года. Так, главное и единственное оружие наземной компоненты американской ядерной тряды — межконтинентальные баллистические ракеты «Минитмен-3» — стоят на вооружении Пентагона уже 50 лет, с конца 1960-х. Правда, все это время их боеготовность поддерживалась на должном уровне, а потому они до сих пор способны нести по три боеголовки В-78 мощностью 340 килотонн каждая. Или, например, забросить одну боеголовку В-87 мощностью 400 килотонн аж на 13 тысяч километров. Впрочем, американцы понимают, что по сравнению с русскими маневрирующими Ярсами, Сарматами и Авангардами, американские «Минитмены», тупо летящие по классической баллистической кривой, — это даже не вчерашний, а уже позавчерашний день. А после принятия на вооружение наших новых противоракетных комплексов С-500 и А-235 «Нудаль», боевые блоки таких ракет будут с высокой вероятностью сбиваться даже на среднем, космическом участке траектории, не говоря уже о конечной, атмосферной фазе полета. Не менее ветхим является воздушный компонент американской стратегической триады. Ядром его ударной мощи является 70 бомбардировщиков Б-52 «Страта Фортресс», самому молодому, из которых уже 56 лет. И служить эти ветераны будут в связи с отсутствием приемлемой альтернативы еще лет 25, аж до начала 40-х годов. Притом единственная крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой в арсенале США — это созданная еще в начале 1980-х AGM-86B с боеголовкой в 200 килотонн и дальностью полета около 2500 километров. Стоит ли говорить, что наши новейшие крылатые ракеты серии Х-101-102 с дальностью полета более 5000 километров и уж тем более гиперзвуковые кинжалы опережают эту старушку на два поколения? Самая сильная сторона ядерной триады США, безусловно, морская. Но и тут американцы отстают. Сегодня у них в строю 14 стратегических подводных ракетоносцев третьего поколения класса «Огайо», вооруженных 24 баллистическими ракетами «Трайден-2», способных внести 14 боеголовок по 100 килотонн или 8 более разрушительных боевых блоков мощностью по 475 килотонн каждой. Впрочем, ограничения, наложенные на стратегические ядерные силы Америки и России, нашим договором об ограничении стратегических вооружений СНВ-3 не позволяют использовать их возможности даже на одну треть. У нас же тем временем уже с 2013 года на вооружение поступают подводные ракетоносцы нового четвертого поколения типа «Борей». А со следующего года и вовсе начнется поступление их модернизированного варианта «Борей-А». В то время как американцы пока лишь планируют у себя постройку аналогичных кораблей типа «Коламбия», первый из которых войдет в строй никак не ранее 2031 года. Таким образом, Россия сегодня бесспорно обладает самым мощным и самым передовым ядерным потенциалом на планете. И это очень серьезный аргумент, радикально ограничивающий аппетиты и амбиции Вашингтона в глобальном масштабе. Москва упорно и целенаправленно укрепляет свое экономическое, геополитическое и военное господство в огромном арктическом регионе. Так, например, с 1 января нынешнего 2019 года Россия ввела ограничения на проход по Северному морскому пути любых судов зарубежной постройки, перевозящих нефть, газ или уголь. Кроме того, было объявлено, что иностранные военные корабли отныне смогут ходить по этим водам только после соответствующего уведомления российских пограничников о намерении посетить русскую Арктику. В Соединенных Штатах Америки эти решения Кремля вызвали очередную бурю угроз и новый шквал русофобии. Американские политики и генералы тут же хором заявили, что они глубоко возмущены незаконными русскими претензиями. В Вашингтон, где никогда не признают Северный морской путь, внутренними водами России и уж точно ни при какой ситуации не допустят формирование в Арктике стратегического союза Москвы и Пекина. Об этом в свойственной американским воякам в бесцеремонной манере на днях заявил командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго. Рассказывая журналистам о мерах, которые предпринимает Америка по сдерживанию так называемой «русской агрессии», он сказал, «Россия забывает, что Арктика — это не ее территория. Арктика — свободная зона. Русские уделяют тому региону слишком много внимания. Это не чье-то озеро. К арктическим водам должны иметь свободный и открытый доступ все страны Арктического совета, в которые помимо России входим и мы, а также Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция. Что касается Китая, то он вообще не обладает правом использовать воды Арктики, так как членом Арктического совета не является. США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать северный морской путь. В дополнение к этой воинственной речи, рупор американской ворократии Wall Street Journal гордо сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время восстановить свою морскую базу на Алиутских островах, неподалеку от российских арктических рубежей. А командующий войсками береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт торжествующе поведал миру, что американские верфи день и ночь без устали строят первый американский военный ледокол, на который уже выделено 655 миллионов долларов. Своим заокеанским боссом тут же верно поддонически подхрюкнул министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон, который заявил, что вооруженные силы ее величества королевы тоже нарастят свое присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от незаконных претензий России. Согласно новой арктической стратегии Лондона, более тысячи британских морпехов скоро будут размещены на базах Норвегии в рамках совместной миссии со своими американскими и голландскими коллегами. А в следующем году на базу королевских ПВС в Шотландии доставят 9 противолодочных самолетов П-8 «Посейдон», которые начнут регулярно патрулировать арктическое небо в поисках зловредных русских подлодок. Впрочем, для огромных арктических просторов все это — капля в море. Между тем, для России Арктика имеет первостепенное экономическое, геополитическое и военно-стратегическое значение. Что касается экономики, то Арктика — настоящая кладовая важнейших природных ресурсов. По самым предварительным оценкам, только годной к добыче нефти в арктических метрах запасено не менее 100 миллиардов тонн, а природного газа — более 50 триллионов кубометров. Кроме того, Арктика является нашим важнейшим военно-стратегическим плацдармом, на просторах которого сегодня всестороннее доминирование российских вооруженных сил очевидно и неоспоримо. Его западный стратегический фланг прикрывает наш Северный флот, а восточные арктические рубежи находятся под защитой Тихоокеанского флота. Северный рядовитый океан является главным районом боевого дежурства русских подводных ракетных крейсеров стратегического назначения. В арктическом небе пролегает большинство маршрутов развертывания наших воздушных стратегических ракетоносцев. В космическом пространстве над Северным полюсом проходят траектории полета наших межконтинентальных баллистических ракет с термоядерными боезарядами. Поэтому развитие военной инфраструктуры идет здесь опережающими ударными темпами. Никто, кроме русских, не умеет строить в жестоких полярных условиях многоцелевые военные аэродромы и универсальные базы, такие как уникальный арктический трелесник на земле Франца Иосифа, Северный клевер на Новосибирских островах или Полярная звезда на острове Врангле. С воздуха нашу арктическую группировку прикрывает лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы С-400. Небо патрулируют тяжелые перехватчики МиГ-31БМ. Сухопутные рубежи находятся под охраной двух специальных арктических бригад Северного стратегического командования, двух отдельных бригад морской пехоты, Тихоокеанского и Северного флотов, дивизии береговой обороны на Чукотке и множество других специальных частей и соединений. С морских направлений арктической побережья России защищают помимо многочисленных кораблей и подлодок самые мощные и дальнобойные береговые ракетные комплексы «Бастион», способные надежно контролировать акваторию на всем протяжении Северного морского пути. Так что с объявлением русской Арктики свободной зоной под международным контролем американцам придется подождать лет сто, как минимум. А мы за это время окончательно превратим ее в опорный край державы, неприступный для врагов. Западные политики волнуются. Похоже, многие из них всерьез испуганы и озабочены стремительной утратой былого военного превосходства над Москвой. Причем эти свои страхи и озабоченности они все чаще облекают в истерические призывы немедленно защитить Запад от коварной русской агрессии. Так, 25 мая 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорое принятие Альянсом новой стратегии, направленной на усиленное противодействие российской угрозе. В интервью немецкому изданию Die Welt Столтенберг заявил, «С 2014 года у НАТО появились новые вызовы. Россия намеренно вмешивается в нашу демократию посредством дезинформации и кибератак. Россия все активнее применяет против Запада ядерное запугивание. Россия разработала ядерные ракеты средней дальности, способные достичь европейских городов. И эти ракеты очень сложно обнаружить. Поэтому в новой стратегии речь идет о том, чтобы мы были полностью готовыми к обороне и способными поддержать стабильность. В эти сложные времена мы должны серьезно усилить наш военный потенциал. Боеготовность наших ударных сил должна серьезно улучшиться. Откуда тут ветер дует, догадаться несложно. Не менее алармистские призывы в стиле «караул русские идут» уже давно раздаются из Вашингтона. Например, 1 апреля начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, выступая перед комиссией Конгресса, заявил, «Интересы США находятся под все возрастающим и опасным давлением. Я рассматриваю Россию как угрозу номер один. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Она будет вести все более авантюрную политику и готова идти на все более серьезный риск». Москва пытается вернуть себе контроль над прежними сферами влияния, а также подчинить европейские экономические структуры и силы безопасности своим интересам. Россия будет подрывать НАТО и бросать вызов США во всех регионах мира. Через два дня, 3 апреля, свою лепту в этот параноидальный хор внес заместитель министра обороны США Джон Рут. Он сказал, «Москва разрабатывает сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенными скоростью, дальностью, точностью». И эти ракеты намного более опасны, чем предыдущие поколения. Для защиты от таких угроз США будет переходить на передовые технологии. Мы уже разрабатываем средства защиты от русских гиперзвуковых ракет. Прежде всего, мы хотим получить способность засекать и отслеживать их пуски. Для этого на низкой околоземной орбите надо разместить множество специальных спутников. При этом важно, чтобы наши союзники и партнеры инвестировали средства в свои собственные системы противовоздушной и противоракетной обороны, совместимые с ПРО и ПВО Соединенных Штатов. А пока в качестве ответа на угрозу русского гиперзвукового оружия мы рассматриваем все варианты, вплоть до ядерного удара. Все это полностью вписывается в громогласно провозглашенную Трампом стратегию «Мир с помощью силы». В начале апреля госсекретарь США Майк Помпео, выступая на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, заявил. В эпоху соперничества с Россией, Китаем и Ираном НАТО продолжит добиваться мира посредством силы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Российская агрессия, массовая миграция, уязвимости, присущие новым технологиям. Наша задача состоит в том, чтобы решить эти проблемы путем стратегического обновления НАТО. Правда, сдерживать Россию им становится все труднее. 1 мая нынешний шеф Пентагона Патрик Шанахан опубликовал в Wall Street Journal статью, которая называется «Время создавать американские космические силы». Он пишет, ключевые компоненты 20-ти триллионной американской экономики зависят от технологий, базирующихся в космосе. Космические возможности также имеют решающее значение для обороны страны. В течение десятилетий наше лидерство в этой области не подвергалось сомнению. Но времена изменились. Китай и Россия, тщательно изучив нашу экономическую и военную зависимость от космоса, разработали собственные технологии – противоспутниковые лазеры, устройства для создания помех и кибератак. Москва и Пекин хотят извлекать выгоду из американской зависимости от космоса. Границы нашего доминирования стремительно сужаются. Космическая отрасль сейчас переживает резкие перемены, вызванные снижением затрат на запуск ракет, инновациями в частном секторе и снижением военного и коммерческого применения космических технологий. А подход США к военному космосу остается прежним, не учитывая происходящие изменения. Чтобы идти в ногу с Россией, США должны изменить свою стратегию. В какую сторону может измениться эта стратегия, легко понять со слов Ричарда Берта, бывшего главой делегации США на переговорах с СССР по выработке договора об ограничении сокращения стратегических наступательных вооружений СНВ-1. 15 апреля, выступая в Вашингтоне, он сказал «Мне кажется, что мы, американцы, начинаем фундаментально расходиться с русскими в наших ядерных доктринах, в нашем понимании роли ядерного оружия в современном мире. Русские по-прежнему поддерживают идею гарантированного взаимного уничтожения, а Соединенные Штаты, по крайней мере некоторые лица в нашем правительстве, начинают думать о том, что эта концепция уже устарела. Они считают, что с учетом новых технологий в области стратегической обороны, будь то перехват межконтинентальных ракет противника на разгонной стадии или перспективное оружие направленной энергии, мы должны рассмотреть переход к новой ядерной стратегии, в которой признается возможность построения эффективной стратегической обороны от массированного удара ядерных сил противника». Надеюсь, вы поняли, о чем речь. На всякий случай переведем сказанное на простой понятный язык. Берт говорит, что как минимум часть нынешней американской элиты уверены, что США с помощью новых технологий могут создать столь надежную систему противоракетной обороны, что она обеспечит гарантию перехвата русских ракет и даст Вашингтону возможность нанести по России безнаказанный ядерный удар, не опасаясь разрушительного возмездия и неизбежного взаимного уничтожения. К чести самого Берта надо сказать, что он этим очень встревожен и предупреждает. «С моей точки зрения, это чрезвычайно опасное развитие событий, способное дестабилизировать весь комплекс наших договоренностей с русскими о стратегической стабильности. Этот вопрос надо решать. Между США и Россией необходимо провести обширную серию консультаций с глубоким обсуждением того, в чем сегодня заключается предназначение ядерного оружия и каков смысл стратегической стабильности в современном мире. Нам надо стать более творческими и гибкими, чем прежде, чтобы понять, как сегодня могут выглядеть новые договоры по контролю над вооружениями». Впрочем, будучи реалистом, Ричард Берт смотрит в будущее без оптимизма. Президенту Трампу, даже если бы он очень захотел, его политические враги просто не дадут возможности реализовать сколь-либо здравый и конструктивный курс в американо-российских отношениях. «К сожалению, говорит Берт, все это трудно реализовать, так как в Соединенных Штатах курс в отношении России превратился в вопрос внутренней политики, а это на текущем этапе делает практически невозможной нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. Американские элиты совершенно не уделяют этой проблеме должного внимания. Отношения России и США постоянно ухудшаются. На этом фоне вероятность продления договора СНВ-3 достаточно мала». Какой из всего этого можно сделать вывод? Да никакого. Тут нужен не вывод, а диагноз. Диагноз же можно поставить только один. Это тяжелая форма военно-политической шизофрении. У правящей западной элиты произошло патологическое раздвоение политической личности. Иначе невозможно объяснить, как в США и НАТО одновременно уживаются истеричные заявления о растущей ядерной мощи Кремля и уверенности в том, что Вашингтон сможет безнаказанно реализовать сценарий превентивного ядерного удара по России. Встает вопрос, можно ли вылечить эту опасную болезнь. И если можно, то каковы должны быть лекарства? Думаю, рецепт очевиден. Тут, если что, и поможет так только гиперзвуковые русские кинжалы и крылатые авангарды в ударных дозах. В крайнем случае можно еще попробовать в курс шокотерапии посейдонами, сарматами и буревестниками. В Великобритании напуганы уникальными свойствами новейшей русской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Британские СМИ рассказали, почему системы противоракетной обороны не могут противостоять нашей ракете. Газета «Таймс» опубликовала статью, посвященную ракете, которую невозможно остановить. Речь идет о перспективной российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Поводом для публикации послужили предстоящие летные испытания, которые начнутся в январе 2020 года. Если все пройдет успешно, в 2021 году ее примут на вооружение. Автор статьи напоминает, что о ракете способны нести термоядерную боевую часть и другие стратегические вооружения, рассказал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в прошлом году. «Сармат» должен заменить межконтинентальную баллистическую ракету R-36 «Воевода», известную на Западе как «Сатана». Ракета «Сармат» обладает дальностью полета в 18 тысяч километров и способна уничтожить все на территории размером с Техас или Францию. Но еще больше британцев тревожит, что «Сармат», который эксперты уже именуют «Сатана-2», станет главным средством доставки гиперзвукового блока «Авангард». «Сармат» сможет запускать «Авангард» на высоте примерно 30-36 тысяч метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли. После этого «Авангард» с десятикратным превышением скорости звука будет, постоянно маневрируя, лететь к цели. Эксперты уверены, «Авангард» станет серьезным вызовом для западных систем противоракетной обороны, поскольку создавались они для противостояния баллистическим ракетам, летящим из верхних слоев атмосферы. С появлением «Сармата», оснащенного «Авангардом», эту стратегию Западу придется пересмотреть. РС-28 «Сармат» — это стратегический ракетный комплекс шахтного базирования последнего поколения. Основной особенностью ракеты является способность преодолевать все существующие системы противоракетной обороны противника, в том числе с помощью принципа орбитальной бомбардировки. Межконтинентальная баллистическая ракета сможет нести более 10 боевых блоков, каждый из которых на финальном этапе движется по собственной труднопредсказуемой траектории. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — сетуют британцы — может затопить системы ПРО, если выпустит ядерные боеголовки по одним целям, а гиперзвуковые ракеты — по другим. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней, да какой угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Мы — русские. С нами Бог. Господи, благослови. Субтитры создавал DimaTorzok